Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим о том, почему на фоне приема эльтероксина сохраняется слабость, сонливость и прочие симптомы гипотиреоза. Очень часто пациенты с гипотиреозом, принимая эльтероксин, эутерокс, чувствуют, что у них сохраняются следующие симптомы. Слабость, сонливость, отечность, низкий эмоциональный фон, то есть такое хроническое депрессивное состояние, низкая либидо, сложность подъема по утрам, когда хочется еще полежать, когда вроде бы поспали всю ночь, но нет сил, и идет набор веса. То есть на фоне приема гормональной заместительной терапии гипотиреоза симптомы гипотиреоза сохраняются. Сейчас мы обсудим, в чем причина. Первая и частая причина – это неправильный прием эльтероксина. Препараты гормонов щитовидки – эльтероксин, эутерокс, терамель, тибон, комбинированные препараты – все гормоны щитовидной железы принимаются строго утром натощак, запиваются чистой водой. Если вы пьете гормоны щитовидки за 5-10 минут до еды, они не усвоятся. Если вы гормоны щитовидки запиваете чаем, кофе, соком, водой, соком лимона, водой, соком апельсина, гормоны не усвоятся. Гормоны щитовидной железы пьются строго натощак и запиваются чистой водой. Минимальный интервал до приема пищи и до приема любых иных препаратов и напитков, кроме воды – это 30 минут. То есть минимум 30 минут. Идеально это 1 час. То есть идеально для того, чтобы усвоились гормоны щитовидки. Вы просыпаетесь утром, выпиваете гормон щитовидки эльтероксин, либо тот препарат гормональный, который вам назначил доктор, запиваете чистой водой и дальше в течение часа никаких иных напитков, никаких иных препаратов и никакой еды вы не употребляете. Также частая ошибка, когда человек пьет гормоны щитовидной железы либо с витаминами, либо с БАДами. Очень частая ошибка – это с альфа-липоевой кислотой. Альфа-липоевая кислота тоже рекомендуется натощак, но мы проснулись, сначала мы выпили эльтероксин, запили его чистой водой, минимум полчаса, а лучше час у нас прошел, и дальше мы пьем липоевую, либо витамины, либо иные другие препараты, которые тоже пьются до еды. Тероксин всегда первый. Тероксин очень капризный, он не терпит никакой конкуренции, ни одна таблетка с ним вместе поступать не должна. То есть гормоны щитовидки пьются отдельно от всех иных препаратов, утром натощак запиваясь только чистой водой. Вторая частая ошибка в приеме гормонов щитовидки – это длительный срок годности и использование по окончанию срока годности. Гормоны щитовидки – очень капризные препараты. Особенно, когда мы говорим про препарат эутерокс, он нестабильный. То есть к концу срока годности начинает снижаться концентрация препаратов таблетки. Если у вас закончился срок годности в препарате гормонов щитовидки, препарат мы выкидываем. То есть препарат с истекшим сроком годности применять нельзя, он не будет давать того клинического эффекта, который нам нужен. Поэтому всегда смотрите четко на срок годности эльтероксина эутерокса. Когда срок годности истек, препарат не используем. Берем свежий с нормальным рабочим сроком годности. Следующая, к сожалению, ситуация, которая бывает – это фальсификат. К сожалению, в наших аптеках бывают поддельные фальсифицированные препараты. То есть если вы пьете постоянно гормоны щитовидной железы, у вас был компенсирован гипотиреоз, все было хорошо, вы купили новую пачку, и как-то вот что-то странно, слабость появилась, сонливость появилась, ухудшилось состояние, сходите и сдайте гормональные анализы. ТТГ, свободный Т4, свободный Т3. Если вы видите, что при неизменной дозе, при том, что вы все соблюдаете, у вас вес не менялся, вы не забеременели, то есть потребность в гормонах не изменилась, а у вас, во-первых, ухудшилось самочувствие, и, во-вторых, ужасные результаты по анализам, сходите в другую аптеку и купите другую пачку гормонального препарата. К сожалению, бывают фальсификаты, поэтому нужно быть настороженным. Следующее – это неправильно подобранная доза. С возрастом, при изменении массы тела, при изменении температуры окружающей среды, при изменении нагрузок физических, умственных, при беременности потребность в гормонах щитовидки может меняться. Гормоны щитовидной железы – это главные гормоны нашего энергообмена. Естественно, что энергообмен меняется с течением жизни. Новая работа, стрессы, рождение детей, изменение массы тела – все это ведет к изменению потребности в эльтероксине. Поэтому, как минимум раз в полгода, а при раннем, при старте гипотириоза раз в 3 месяца, мы сдаем анализы и корректируем дозу гормонов, потому как потребность меняется. При беременности мы можем сдавать анализы чаще, то есть раз в 2 месяца и корректировать дозу гормональных заместительных препаратов. И следующая причина, почему эльтероксин не дает полного эффекта, это плохая работа Диоденаз. Когда мы пьем эльтероксин, эутерокс, то есть препараты свободного Т4, мы должны понимать, что свободный Т4, который мы выпили, в нашем организме под воздействием ферментов Диоденаз переходит в активный гормон свободный Т3, триодтиранин, который как раз-таки дает нам энергию, силу, влияет на вес, на либидо, на наши эмоции. Если у человека активно работают Диоденазы, то прием эльтероксина в правильной подобранной дозе как раз-таки дает нам силу и энергию, то есть приводит к полной компенсации гипотириоза. Если же у человека плохо, неактивно работают Диоденазы, то он пьет эльтероксин, эльтероксин плохо переходит в Т3, в итоге мы получаем низкий уровень активного гормона Т3, и у человека слабость, сонливость, набор веса, отечность, низкая либидо и прочие симптомы гипотириоза. Когда мы говорим про работу Диоденаз, то мы должны понимать, что она зависит от многих параметров. От белкового обмена, от уровня витаминов микроэлементов, которые регулируют работу Диоденаз. Это цинк, селен, витамин D, фолиевая кислота, витамин B12, железо. Это сопутствующие заболевания, например, при инсулинорезистентности и при избыточном весе часто снижена работа Диоденаз. Если это наша ситуация, то мы видим низковатый уровень свободного Т3 по анализам. Кроме того, мы видим симптомы гипотириоза при хорошем уровне ТТГ. И в такой ситуации есть два варианта лечения. Первый вариант – это улучшать работы Диоденаз естественными методами, то есть восполняя дефициты цинка, хрома, селена, витамина D, железо. Это более длительный путь. Либо же второй вариант – это введение в терапию гипотириоза активного гормона свободного Т3. Таких препаратов, как терамель, тибон, лиотиранин. Самое главное, что гормональные препараты корректируются врачом. Особенно это касается свободного Т3. Потому как Т3 – активный гормон, который сразу дает силу, энергию, улучшает эмоциональный фон, но который также влияет на сердце и сосуды и может поднимать давление и пульс. Поэтому подбор гормональных препаратов проводится только врачом-эндокринологом после обследования. Больше информации о том, как менять питание, как корректировать гормональный фон, как подбирать витамины и микроэлементы в правильных рабочих дозах и формах, я рассказываю в школах на сайте Ольга Павлова РФ. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите, о чем интересно услышать в следующих видео. Будьте здоровы!